Депозит банка Касанова Далее эфир нашего телеканала продолжает «Город сегодня». Наш генеральный партнер Банк Касанова. Здравствуйте! Есть в начале октября праздник, к которому мы относимся особенно тепло и душевно. В этот день мы вспоминаем своих учителей и говорим им спасибо. Не только за то, что научили нас читать и писать, но и за то, что открыли путь к пониманию того, как устроен этот мир. Современные ученики не обходятся одними открытками и букетами. Они размещают признание своим учителям в социальных сетях и снимают видеоролики. Так, ученик третьего класса девятой школы гимназии год назад признался, что вместе с учителями надо поздравлять и мам. Если наша мама для нас дома как учитель, то в школе Татьяна Васильевна для нас как мама. Я поздравляю вас, Татьяна Васильевна, с праздником. Я вас очень сильно люблю. А можно прочитать любимое стихотворение так, что у учителя слезы навернутся, как ученица 31-й школы. Или станцевать, как старшеклассники из 11-й школы. Учителям ведь надо совсем немного, чтобы дети учились, умнели и становились настоящими людьми. В нашей студии сегодня учитель, методист городского методического центра Роушан Кабдошевна Тимирхановна. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Добро пожаловать в программу «Город сегодня». Вообще, Роушан Кабдошевна, сколько лет вы отдали школе? Ну, в школе я отдала около 30 лет. И это были, наверное, самые незабываемые годы в моей жизни. Нынешние дети действительно не те? Мне кажется, дети, они всегда разные во все годы. Потому что если детей заинтересовать чем-то интересным, если заинтересовать их той же поэзией, той же литературой, той же математикой, то дети пойдут вместе за след за учителем. И это моя точка зрения. Вот скажите, как сейчас строятся отношения ученик-учитель? Они строятся по-разному. И если учитель, он мастер, он профессионал своего дела, я повторюсь, я не побоюсь этого слова, то он поведет за собой детей. Потому что дети всегда любят более компетентных, более грамотных, более эрудированных, более начитанных. Потому что дети пойдут за учителем-знающим, за учителем, который идет много со временем, который будет жить их жизнью, который будет их понимать. Вот сейчас очень много новых технологий. Планшет, и в нем масса-масса книг. Если раньше у нас были энциклопедии, которые мы в рюкзаках, в пакетах несли в школу. Я поняла ваш вопрос. Вот ваше отношение к этому? Ну, это отношение, знаете, оно отношение тоже по-разному идет. Потому что, мне кажется, нельзя осуждать детей, которые читают из планшетов, потому что это тоже чтение. Ну, конечно же, может быть, они реже ходят в библиотеки где-то. Но вы знаете, вот по поводу вашего вопроса, хотел бы сказать, что у нас очень много разных проектов в городе, которые мы проводим в городе Ак-Тюбе, именно в нашем городе. Те же пушкинские чтения, то есть какие-то литературные праздники, Лермонтовский фестиваль, Абаевский фестиваль. Когда приходят дети, и они читают поэзию, эта поэзия льется со сцен. В жюри мы выбираем преподавателей университета, и это здорово. И вот вы знаете, на моей памяти в 2015 году мы проводили литературный праздник на базе средней школы гимназии номер 9. Он был посвящен творчеству Высоцкого. И считаю, что это, я не знаю, вот получилось так. Это было какое-то стечение обстоятельств, наверное, потому что именно в тот момент в город приехал чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации, Почарников Михаил Николаевич, и генеральный консул Российской Федерации в Уральске, Забитов Саид Магомедович. И вот они побывали на нашем празднике. Вы знаете, я хочу отметить один момент такой, что с каждым годом на этих литературных праздниках, когда мы встречаемся с детьми, очень много молодых людей приходит, мальчишек. И это здорово, мы этому радуемся. Вот школу непрерывно реформируют. Да. Разные системы, то Болонская, то Кембриджская. Какая у нас приживется? Сегодня очень много разных технологий, очень разных методик, очень много разных уровней обучения. И мы говорим об обновлении содержания образования. Мы об этом очень много говорим. И, может быть, вместе с ошибками мы придем именно к той системе образования, которая сегодня нам необходима. То есть учитель сегодня должен быть очень комитентным. Не то, что мы пришли, дали урок, объяснили и ушли. Мы сегодня даем, консультируем ученика. А ученик, в свою очередь, он находит, он ищет, он находит какие-то пути решения. И, конечно же, приходит к какому-то, наверное, поиску своему, себя, жизни. Вот какие проекты разрабатывает сейчас научно-методический центр ваш? На базе средней школы номер 25 мы провели очень большой такой проект, литературный праздник, посвященный 85-летию Ахтюбинской области. Хлеб – начало всех начал. Вот, казалось бы, про хлеб ничего нету. Никаких стихов, понимаете? Никаких вроде прозаических каких-то произведений. Но ученики и руководители, учителя, мы искали все вместе. Мы нашли, и мы на такой высоте провели этот праздник, что потом подходили дети, благодарили, и говорили, а будут еще такие праздники? То есть, вы знаете, Абаевский фестиваль, который прошел на базе 9-й школы, и тот же Есенинский фестиваль, который мы провели на базе 28-й школы, эти все праздники, понимаете, они все-таки сближают людей. Потому что поэтическое творчество, оно, мне кажется, делает человека более духотворенным. Делает человека, он становится все время на высоте какой-то. Поэтическое слово, оно и лечит, оно где-то и поддерживает, оно и помогает идти по жизни. Рушанка Абдошина, а вот вы сейчас преподаете? Да, я преподаю. Какие ваши ученики? Нынешние дети мне очень нравятся. И я не могу сказать, что они... Я очень много слышу всяких разных мнений, когда родители говорят, что «Ой, это сейчас такая школа, сейчас такие учителя». Но, понимаете, современность идет своим ходом, время движется вперед. И, конечно же, мы тоже меняемся. Дети, они все равно смотрят на нас, взрослых. И поэтому, знаете, мне очень нравятся слова президента. Вот он говорит, если не меняешься, то остаешься под пылью истории, и ты, в общем-то, человек, который отстал в каком-то... А вот как раз отсюда у меня следующий вопрос. Вам как литератору. Да. Не кажется, что время гуманитариев уже закончилось? И сейчас время прагматики? Нет, я с вами не согласна. Не согласна? Нет, не согласна. Потому что, видя тот интерес детей к литературе, к слову, просто, мне кажется, все-таки учитель должен быть сегодня на высоте, чтобы повести за собой детей. Поэтому время гуманитариев не прошло. Я от всей души хочу поздравить вас с праздником, с профессиональным. Пожелать вам самое главное крепкого здоровья. Спасибо. И терпения. Сегодня в нашей беседе прозвучала фраза, ученики разные. Так вот, пусть они для вас будут самыми любимыми. Спасибо. Потому что вы вкладываете в душу. От всей души, от нашей программы, от телеканала Рика ТВ. Крепкого здоровья и всех благ вам. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Всего доброго. Вам очень повезло, если в жизни встретился учитель. В самом высоком смысле слова. Как человек, благодаря которому формируется личность, раскрываются способности и начинаешь понимать, для чего и как жить. Позвоните своему учителю, поздравьте его с праздником. Ведь учителю надо немного, чтобы у учеников все получалось, как должно быть. С профессиональным праздником вас, педагоги. Мира, добра и благополучия. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова